В новом году желаю каждому побольше радости, смеха, веселья, чтобы каждое начинание заканчивалось успехом. И еще желаю теплоту в каждом доме. С Новым годом! Новый год это один из самых моих самых-самых любимых праздников. И один из самых первых подарков, который я помню с детства, это был живой кролик. Мне Дед Мороз подарил живого кролика. И я была очень счастлива. Я играла с ним каждый день. Одним из самых моих первых игрушек были крокодил Гена и мышка. Крокодил Гена мне полюбился сразу. Он про день рождения поет весь зеленый и смешной. Мышка полюбилась мне не сразу. Я желаю всем не забывать про маленького ребенка у вас у себя в душе. И радоваться праздникам. И любить Новый год, как люблю его я. У нас в семье верно относится к традициям и семейным ценностям. И всякие предметы у нас передаются от поколения к поколению. И вот одним из таких предметов считается елочная игрушка. Она была подарена моей бабушке. И она считается первой елочной игрушкой в совместной жизни моей бабушки и дедушки. И по этому поводу она для меня не просто игрушка, а реальный символ любви. И вот каждый раз, когда я рассматриваю те самые черно-белые фотографии, я задумываюсь и с возрастом понимаю, что такая любовь и является настоящим подарком. И вот в Новом году я желаю всем найти свою судьбу. Как и для всех, Новый год для меня ассоциируется с семейной теплотой, подарками, счастьем и радостью. Но подарки мне чаще всего дарила моя любимая бабушка. И моя бабушка очень любила путешествовать. Каждый раз в свое путешествие она привозила какую-то интересную историю, легенду и интересный подарок. Однажды, когда она вернулась из Фраги зимой, она привезла с собой вот такую вот милую игрушку разноцветную. И рассказала просто волшебную историю. Оказывается, ее делали эльфы специально для маленькой девочки, то есть меня. И эта игрушка приносит в дом счастье и удачу, потому что она посыпана настоящей звездной пылью. В общем, я желаю вам в Новом году много удачи, настоящих чудес и волшебства в вашем доме и в вашей семье. В детстве родители меня часто радовали подарками. Летом это были кассеты с мультиками, а зимой елочные игрушки. Чаще всего подарки мне дарил папа. Ну вот, однажды, когда я заболел, так получилось, что отца не оказалось в городе. И мама с бабушкой пытались радовать меня какими-то другими подарками, но, тем не менее, я ждал приезда отца. А когда отец вернулся из командировки, он привез мне вот такие замечательные колокольчики и звезду на новогоднюю елку. Я часто хвастался этими подарками перед своими друзьями, которые приходили ко мне в гости. Друзья, желаю, чтобы ваши самые смелые ожидания сбывались. И с Новым годом! Моя бабушку очень любила. Все, начинается. Это нормально было?